Безопасность на Ближнем Востоке и Севере Африки, российско-итальянское экономическое сотрудничество и даже работы итальянки Саманты Кристофоретти на МКС стали темами беседы президента России и итальянского премьера. Но особое внимание Владимир Путин и Матео Ренци уделили ситуации на Украине. Мы были едины в том, что конфликтующие стороны должны строго выполнять договоренности, достигнутые 12 февраля в Минске. Я уверен, что это открывает возможность для всеобъемлющего мирного урегулирования, конечно, для налаживания прямого диалога между Киевом, Донецком и Луганском. Италия, в свою очередь, готова поделиться с Украиной опытом по передаче полномочий в регионы, на примере Трентину Альто-Адиджи. Для всех очевидно, что частью решения проблемы является путь реформ в области автономии и децентрализации на Украине. Отметив, что антироссийские санкции, в каких бы направлениях они ни принимались, создают обеим сторонам существенные проблемы, Ренци все же признал. Есть место сотрудничеству, обмену, даже в контексте сложностей, о которых всем нам известно, связанных с европейскими санкциями и российскими ответными санкциями. Накануне Ренци в Киеве встретился с президентом Украины Петром Порошенко. А в рамках визита в Москву итальянский лидер побывал на Большом Москворецком мосту, где возложил цветы к импровизированному мемориалу на месте гибели одного из лидеров российской оппозиции Бориса Немцова.